Здравствуйте, дорогие зрители! Коротенькое видео перед завтраком. Я сейчас в командировке, нахожусь в Риге. И, тем не менее, консультации мои проходят до глубокой ночи. И вот для меня это самая большая награда, самое большое удовольствие. Потому что деньги не приносят столько радости, сколько приносит радость, глубокое общение с людьми и инсайты, озарение. И деньги, они этому способствуют. То есть наличие денег позволяет не думать о деньгах и сосредоточиться на помощи людям, на самопознании. И здесь для меня очевидная связь между благополучием материальным и духовностью, между богатством и духовностью. И вот вчера мы на консультации обсуждали очень интересные темы. Люди задаются вопросами. А почему это со мной случилось? Для чего? Для чего нужны мне были такие отношения, созависимые, токсичные, которые так плохо закончились? В чем я виновата, виноват? И что нужно сделать для того, чтобы стать счастливой, счастливым? И вот, проанализировав, мы приходим к выводу. Для чего нужны были эти созависимые отношения, которые закончились крахом и такой драмой? А для того, чтобы я понял, что невозможно изменить другого человека, изменить можно только себя. То есть, эти отношения мне нужны были для того, чтобы я поменял, поменяла, да, свое отношение к себе, изменила свое поведение. Мы, ведь мы же знаем, что как я к себе отношусь, так я буду относиться и к другим. По-другому не бывает. Если я себя люблю, я буду любить других. Если я себя не люблю, я не буду любить других людей. Это закон. Я это наблюдаю постоянно. Я вижу, как люди себя не любят. И это очень заметно в их речи, в их поступках, в их поведении, в их отношении потребительском. Но они так относятся плохо, в кавычках, скажем, плохо, да, так к другим, потому что они так же и к себе относятся. Они и себя не любят тоже. Потому что любовь к себе – это совсем другое. Любовь к себе – это когда вы живете жизнью души. А душа наша в своей вот в своем изначальном состоянии не знает никакого негатива. Это только позитив. Это радость, счастье, любовь, эйфория, спокойствие, праздник, веселье, радость. Вот что это такое. И чем больше у нас любви, и когда у нас есть любовь, у нас нет ничего противоположного ей. Любовь – это спокойствие. Когда мы сохраняем спокойствие в любой ситуации, мы себя любим. Вот. А если мы беспокоимся, если мы срываемся, если мы ненавидим, проявляем различные негативные чувства, а если запускаются разрушительные мысли, значит, мы не любим себя. Человек, который себя не любит, он не любит других, и, соответственно, вот к нему все будет это возвращаться бумерангом. То, что мы отдаем, то мы и получаем. Итак, ответ на первый вопрос, чтобы я поменялся. Второе, в чем я виноват? Виновата. Опять, в том, что не меняло, не менял свое поведение. Пытаясь изменить других, мы не меняем себя. Изменить других можно только поменяв себя. Ну, как изменив других? Да, конечно, мы их не изменим, но речь идет о том, что мы меняем наше восприятие, наше отношение к другим людям. мы не делаем из мухи слона, уже относимся спокойно и позволяем людям быть такими, какие они есть, разными и, соответственно, себе тоже и в первую очередь себе позволить быть разными. И любить себя во всех своих проявлениях это сложно, это очень трудно, потому что есть программы негативные, ментальные программы, родительские сценарии, которые мы прекрасно разбираем на консультациях и люди диву даются, что они о себе узнают, как много нового и интересного, как мы глубоко копаем. И, наконец, как стать счастливым, счастливой? Поменять свое поведение, поменять свое мировоззрение, поменять свое мышление, поменять свое восприятие, реакции, отношения. Опять. Ключевое слово здесь перемены, ключевое слово здесь изменения. Так вот, это не случайно, потому что мы приходим в этот мир с одной единственной целью, чтобы учиться и меняться. Учиться и меняться это самое главное в жизни. И это есть проявление нашего интеллекта, способность быть гибкими, обучаемыми, то есть когнитивной способности и наши изменения. И вот это безумно интересно, когда вы меняетесь. Я изменился, и именно поэтому я живу очень интересной жизнью, потому что я меняюсь. Если бы я не менялся, я бы страдал. Вот прошлое, да, вот люди говорят, вот есть эта фраза, есть фразы, ложные, очень ложные фразы, ложные убеждения, которые засели в головах людей и с этим люди ничего сделать не могут. Вот опять негибкость ума, да. Ну, такие, например, как молчание знак согласия, ничего подобного. Это придумали абьюзеры, это придумали садисты, чтобы контролировать и психологически насиловать своих жертв. Согласие, оно активное. Согласие это активное, громкое, радостное, да, это согласие, все остальное это не согласие. Молчаливое это просто пассивная агрессия, молчание это пассивная агрессия. И такая же фраза без знания прошлого нет будущего. Это полная чушь. Прошлое это повод для депрессии, каким бы оно ни было, хорошим, плохим. Кстати, вы можете переписать свое прошлое. То есть переоценить. Вот переоценка ценностей это и есть переоценка прошлого. И когда вы все переоцените, вы сможете это прошлое принять, понять, принять и отпустить его и оставить его в прошлом. Это как с деньгами. Чем больше денег, тем меньше вы о них думаете. Вот для чего они нужны, чтобы о них не думать, а думать о своем развитии, об удовольствии, о том, чтобы помогать людям, о том, чтобы самореализовываться, о том, чтобы познавать себя и вот испытывать эти инсайты, озарения и становиться духовными и духовнее развитыми, интеллектуально развитыми и постигать те уровни нашего сознания, подсознания, те уровни реальности нашего бытия, о которых многие даже, о существовании которых многие даже не догадываются и никогда не будут на этих уровнях. Вот мои ученики на консультациях поразительные вещи рассказывают им, когда вот это уже высшее постижение себя, когда люди выходят на уровень волшебников, магов и осознают силу мысли, силу подсознания и начинают своими мыслями формировать реальность такую, какую они хотят. То есть, если человек хочет, допустим, прибавку к зарплате, он ее получает, хочет успеха в бизнесе, ему сопутствует успех, хочет стать миллионером, становится миллионером, хочет семью создать, создает семью, хочет путешествовать, путешествует. Вот это уровень, ему все дается легко, он начинает жить легко, красиво, свободно. Вот этот уровень. Ну, естественно, здоровье на этом уровне тоже, энергия жизненная, любовь, радость, эйфория. Человек просто начинает кайфовать от жизни, наслаждаться жизнью. Вот это уровень рая. Но в рай путь ведет, но путь в рай это через ад проходит обязательно. Поэтому надо пройти ад, надо пережить депрессию. Я знаю, что вам очень трудно, тем, кто в депрессии находится, очень трудно. Но вы справитесь, и я вам помогу справиться с депрессией. Итак, перемены. вот изменение себя, вот что такое психотерапия. Ну, или, можно сказать, трансформация. Трансформация самая прекрасная, что только может быть. Вот, и мы вместе проходим этот путь. я прохожу его вместе с вами в качестве волшебного помощника, и становлюсь для вас мудрым другом, поддерживающей средой, волшебным помощником, для того, чтобы помочь вам пройти эти трудные этапы жизни. А дальше вы идете сами, и у вас уже есть багаж, у вас есть точки опоры, у вас есть знания, у вас есть любовь к себе, у вас есть психологическая бронежилетка, у вас есть, вы вооружены знаниями психологии, у вас развит интеллект, у вас новое мировоззрение, у вас позитивное мышление, вы владеете различными техниками, а самое главное, самое главное, у вас есть любовь, любовь, вы любите себя, и человек, который себя любит, все остальное меркнет, меркнет, и кажется очень-очень мелким по сравнению с любовью к себе, все меркнет, расстройство личности, психопатия, идиоты, дураки, завистники, хейтеры, тролли, политика, религия, образование, масс-медиа, слава, деньги, все это меркнет, миллионеры, роскошная жизнь, дорогие украшения, яхты, особняки, слава, влияние, власть, все это мелко, все это меркнет по сравнению с любовью к себе, нет ничего лучше и выше, и больше, чем любовь к себе, любовь к себе, это основа основ, обретите эту любовь, и вы обретете весь мир, вы это почувствуете, что весь мир ваш это очень-очень крутое состояние, и у вас не будет никакого страха, вам никаких страхов, ни страха бедности, ни страха смерти, ни страха болезни, никаких страхов, когда вы обрели любовь к себе, все остальное перестает существовать, никакого страха нет, и смерти нет, есть только любовь, и вы вот в этом состоянии живете, и наслаждаетесь, и вот тогда вы только сможете понять, что такое жизнь, что такое реальность, потому что то, что вам предлагается, то, что мы видим, это не жизнь, жизнь внутри вас, царство божие внутри вас есть, там оно, обретите его, приказнитесь к нему, это царство божие внутри вас, это и есть любовь к себе, это самое прекрасное, что только может быть, ничего не могу поставить рядом с этим, все меркнет, по сравнению с любовью, конечно, я вас жду на консультации, кто хочет научиться, приходите, обращайтесь за помощью, напишите мне на электронный адрес, и мы пройдем часть пути вашего вместе, вы увидите, как это здорово, прекрасно, и конечно, нужно созреть для этого, нужно созреть, нужно захотеть этого, ну, когда надоест биться головой об стенку, прошибать лбом стены, лбом то вы обратитесь за консультацией, за помощью, за знаниями психологическими, и увидите, как это все круто, я могу гарантировать результат, уже могу гарантировать, говорить об этом, если основа здоровая, успех не минуем, вас ждет успех, вас ждет исполнение желаний, все будет хорошо, все получится, все сложится так, как надо, вы будете жить настоящей жизнью, подлинной жизнью, реальной жизнью, в радости, гармонии, согласии, в справедливом мире, в мире, где вы можете доверять, где доверяют вам, где есть любовь, где нет напряжения, где нет конфликтов, все, где все хорошо, все прекрасно, да, так можно жить. Самое главное, это проработать себя, через, что, развить осознанность, вот, мы с этим работаем, с сознанием, обращение к сознанию, и когда мы осознаем все, нам очень легко, нам все понятно, и все просто, все просто. но